Я приветствую вас на канале Аленин сад. В этом видео я хочу подвести итоги, первые промежуточные итоги по выращиванию перчиков и баклажанчиков в этом году. В моем сообществе канала Аленин сад я проводила опрос, спрашивала довольны ли мои зрители, мои подписчики результатами схожести перцев в этом году. Проголосовало 228 человек и 62% из них сказали, что они довольны результатами. Это очень-очень хорошо, я очень за вас всех рада. И как правильно здесь отметили, теперь главное довести все до конца и собрать крупные красивые перцы в больших количествах, конечно же, желательно. Но есть, к сожалению, 38%, которые по каким-то причинам расстроились в этом году из-за выращивания перца. И в этом видео я хочу рассказать еще раз, напомнить какие-то моменты, потому что о перце я говорю уже несколько лет, каждый год. В общем, очень тщательно изучая эту культуру, потому что перцы мне очень-очень нравятся. И вот в этом году снова хочу озвучить некоторые моменты про схожесть перца. И те 38%, у которых что-то не получилось, не задалось в этом году, я надеюсь, получат ответы на свои вопросы и смогут ситуацию исправить в следующем году. Ну а остальным можно дальше видео не смотреть. Я рада за вас, у вас и так все замечательно получается. С самого начала хочу сказать, что я безумно рада своему лайфхаку, своему коврику для террариумов, которые я заказала на Алиэкспрессе. Он действительно сработал так, как я и хотела. На примере этой кассеты хочу показать, что способ с подогревом ковриком на подоконнике непосредственно кассеты с посевами отлично работает. Почему люди отказываются от применения таких больших кассет? Потому что особенно разные сорта перца, разного срока сбора, семена всходят очень неравномерно. Вот на этой кассете у меня очень хорошо это наглядно видно. И температура для прорастания прекрасно будут прорастать перцы при 23-28 градусах. Ну оптимально где-то 25-26 получается. На подоконнике холодно, поэтому перцы там прорастать не будут хорошо, быстро. А в теплом месте обычно темно и проросшие растения, они не будут получать света, будут вытягиваться и страдать. И поэтому обычно по отдельным стаканчикам высеваются. И затем те, которые уже взошли, выставляются на подоконник, остальные прорастают в теплом месте. Вот этот вот коврик и любой другой тип подогрева на подоконнике как раз и решают нам эту проблему. Мы можем спокойно использовать большую кассету, посадив сразу все перцы и помидоры сюда, можно подсадить и баклажаны. В одном месте они у нас будут стоять, сразу же на подоконнике. Одни у нас будут всходить и расти, другие у нас будут только прорастать, проклевываться и так далее. Вот ярко, наглядно здесь все хорошо видно. Вот эта часть у нас так сложилась, что все они взошли приблизительно в одно и то же время. Это шестой, восьмой день. Вот эти перчики у меня взошли. Это посев 4 марта. Все здесь было посеяно 4 марта. Вот лучок, например, тоже не все догадываются, что можно посеять в кассету с перцем, например. Еще и лук сюда подсеять. Можно, конечно, можно все вообще культуры взять в одну кассету и посеять все сразу. Если они более-менее похожи по своим требованиям к агротехнике. Здесь я сеяла по 3 ячейки каждого сорта. И теперь очень хорошо вот видно. Например, вот здесь у меня сорт толстяк. Толстяк, толстяк, толстяк. Вот так нужно смотреть. Три ячейки толстяка, а взошла только одна единственная семечка. Вот она растет. Дальше у нас здесь перец Виктория. В одной ячейке вот взошел раньше всех сенец. Тут еще что-то всходит. Тут такой вот какой-то заморожь взошел. А здесь вообще ничего нет. Это были достаточно старые семена. И схожесть у них явно снижена. Вот в этом ряду вообще очень хорошо наблюдать. Здесь все это сорт перца Маркони. Вот полностью 6 ячеек это Маркони. Но вот эти три это достаточно старые семена. Из Украины. Фирма Агровест. Они достаточно старенькие. И поэтому здесь вот взошел один перчик. И вы видите вот такие листья у него некрасивые. Это характерно для старых семян. Энергия прорастания у них, питательных веществ, в общем, мало в семени. И поэтому они обычно вот не очень красивые всходят. А это Маркони. Свеженькие прошлогоднего сбора семена. И посмотрите, выскочили абсолютно все. И прекрасно растут. Также срок всходов у меня записан здесь. Этот начал всходить 12 марта. А этот взошел единственно 14 марта. То же самое вот здесь. Но здесь разные сорта. Но смысл тоже виден. Это воловья уха. Которые достаточно поздно взошли 14 марта. Но в одну ночь они просто вот не было-не было ничего. А потом бац! И на следующее утро вот такой вот лес из всходов. А здесь перец Юпитер. Начал сходить он 17 марта только. И сейчас мы видим только два растения маленьких, которые медленно развиваются. Критиковали немножечко такой способ посева. В принципе, посева без замачивания, без проращивания. Почему-то многим людям очень сильно нравится возиться с проращиванием. Семян. Иногда это бывает обоснованно, проращивание. Но чаще всего оно совершенно не обосновано. Главный аргумент был такой, что вот теперь вот гадайте. Взойдут они у вас или не взойдут? На что я ответила, что я не буду гадать. Потому что я знаю, что они взойдут. Почему мне нужно гадать, переживать? Я совершенно не буду переживать из-за того, что у меня, например, не взойдет толстяк или не взойдет Юпитер. Потому что, во-первых, что-нибудь да взойдет. Это вообще 100%. Я сею всегда очень много разных сортов. Всех культур. Вы знаете, мои постоянные зрители знают, что я сею всегда достаточно много. Никогда. Да, фактически я не обхожусь каким-то только одним сортом. И очень редко, когда двумя-тремя. У меня всегда их больше пяти. Хоть морковку, хоть свеклу, хоть лук брать. Все что угодно. Потому что в этом есть определенный смысл. Чем больше сортов, тем больше шансов того, что вы что-то действительно получите. Не важно, связано это будет со всходами просто элементарными. Хотя это тоже, безусловно, играет свою роль. Но это может быть потом в дальнейшем связано и с урожаем. Потому что разные годы, разные лета, температура разная. И разные сорта или гибриды, они по-разному реагируют на те или иные условия. А предсказать эти условия никому не дано, по сути. Поэтому переживать мне тут совершенно не приходится. И мы ответим сейчас на такой вопрос, что же делать, если что-то не взошло. И тоже замечание мне делали, что будут стоять пустые ячейки. Пустые ячейки вот эти, они стоять не будут. Потому что вы видите, что в других ячейках-то взошло по несколько семечек. А в каких-то не взошло ни одного. И мы делаем очень простую процедуру. Мы берем оттуда, где взошло много, то, что нам больше всего нравится. И пересаживаем просто в те ячейки, в которых ничего не выросло. И места пустовать не будет, это точно. И как бы мы заменим еще и количественно. И обычно в нормальных ситуациях сходит, как вы видите, гораздо больше. Что мы делаем, если мы посеяли 10, два сорта у нас, например. И взошло у нас все 20 ячеек. Все взошло у нас. Что мы делаем? Мы делаем одну простую вещь, которую не нужно бояться делать совершенно. Мы вот просто берем и выщипываем лишние сеянцы. Вот так вот мы делаем. Берем, выщипываем, выбрасываем. Ничего страшного в этом нет. У нас дальше растет один, питается, развивается. Ему достаточно света, ему достаточно питания. Все замечательно. Если у нас пустые ячейки есть, и мы хотим какой-то сорт, вот нам взошло по два, например. Мы хотим, чтобы просто пересадить его, чтобы у нас был толстяк у нас здесь не взошел. Тогда мы берем бутуза из соседней ячейки просто и его пересаживаем на место толстяка. Не бойтесь пересаживать, особенно на стадиях, когда только-только появились всходы, тогда корешок... Когда петелька появляется, тогда там корешка еще вообще фактически нет. Когда раскрывается, то тогда корешок выглядит вот так вот. Вот такой вот корешочек. Который очень сложно повредить, потому что он тут один-единственный, ни за что он еще не закрепился. И все, мы просто берем и вот это вот пересаживаем в другую ячейку. Когда вы на такой стадии пересаживаете, то перец фактически не замечает ничего. И этим часто пользуются, когда используют для первоначального посева какие-то маленькие контейнеры, куда рядами высевают перчики. И как только они появились, тогда их сразу пересаживают уже по отдельным стаканчикам. Но это тот же самый смысл имеет, как и проращивание для меня лично. Очень важный вопрос про всходы, когда они появятся. Мне пишут вопросы, вот прошло 10 дней, прошло там 12 дней, я не знаю, что мне делать, взойдет мой перец или не взойдет. Люди начинают дергаться, переживать из-за этого. Не нужно переживать, нужно сделать одну простую вещь. Вот здесь вот у меня ничего я не наблюдаю. И я не знаю, будет ли тут что-то, не знаю, что там происходит. А прошло уже, например, 10 дней. 10 дней это такой, 7-10 дней это такой средний срок всхожести перца, нормальных семян. Но он очень сильно варьирует сам этот срок, потому что семена все разные, по-разному их хранят. Вот что нужно сделать. Вот видите, я аккуратненько выкопала семечку. И я вижу, что она прорастает. Выкопав семечку, вы уже можете ее оценить и посмотреть, что там с ней происходит. Например, вот с этой семечкой здесь плохо видно, но с ней происходит самая неприятная вещь. На ней сидит какой-то зверек. Это нематода, может быть. Или это вылупившаяся только личинка какого-нибудь жучка, паучка. Вот. Так сложно сказать сразу по внешнему виду, что это за зверь. Но этот зверь, вот он вылупился и он ест этот перчик. Потому что почву я не обрабатывала, не прогревала, ничего с ней не делала. И в принципе, если вы берете почву с огорода, то вот избавиться от таких вредителей будет очень-очень сложно. И промораживанием тоже будет очень сложно избавиться. Вот эту почву, кстати, промораживала три раза. Размораживала туда и обратно. И вот видите, все равно такие вот ситуации. Следующий вот здесь вот перчик. Почему он у меня не вылез? Потому что, очевидно, почему он не вылез у меня. Потому что я его слишком глубоко закопала. Вы видите, очень-очень глубоко он оказался закопан. Буквально тут чуть ли не два сантиметра семечки пришлось пробиваться. И еще учитывая, что я его выкопала, да, то есть это все еще было под землей. Почему так глубоко получилось? Ну, этот человеческий фактор может срабатывать. И еще плюс полив. И если почва не была сильно утрамбована в ячейке, да, вы не очень хорошо ее пролили, а потом посеяли, а потом полили, то получается, что она оседает и семечко утаскивается на большую глубину. Ну, и что-нибудь еще раскопать, такое показать, вариант, когда, например, семечка, ну, просто она плохая, она не живая. Поэтому она и не прорастает, потому что она мертва. Изначально была, да, мы не можем всегда определить, что у нас там внутри у этой семечки. Иногда бывает, знаете, на самом деле, в ячейках я просто забываю, пропускаю посевы. Вот это очень хорошо видно, когда в трех ячейках, например, все взошло, все замечательно. Там по несколько штук растет, а в одной ячейке пустота полная. Ну, я тогда сразу подозреваю, что это, я забыла туда кинуть семечку. В общем, человеческий фактор очень хорошо работает. Ну, вот я копала-копала, накопала вот семечку, которая выглядит, в принципе, целой и невредимой. Но она совершенно мертвая, она не прорастает, ничего с ней не происходит. И ждать уже я ее, конечно же, не буду. Ну, вот, в общем, вы видите три примера, разных примера, почему перец не взошел у меня в некоторых ячейках. Но это все не страшно, потому что все остальное, что взошло, мне этого более чем достаточно. Еще я буду с кем-нибудь делиться этими посевами. Всхожесть перца. Уже у меня были видео про всхожесть перца. Я рассказывала, почему не всходят перцы, что нужно делать, чтобы они всходили, быстрее это все происходило. И вот в этом году я хочу снова подвести итоги некоторые, сделать выводы, чтобы уже закрепить и для себя, и для многих из вас эту информацию. Конечно, люди, которые уже по 30 лет перец выращивают, им это все уже известно и неинтересно. Но таких людей меньшинство, конечно же, большинство это новички. И напоминаю, что перец имеет замечательную всхожесть в первый год после сбора семян и во второй год. То есть первые два года после сбора семян перец замечательнейшим образом прорастает. Практически всхожесть 100% у них может быть. Но все равно во второй год всхожесть будет чуть ниже, чем в первый, в третий год ниже, чем во второй, в четвертый ниже, чем в третий и так далее. И тому подобное. И коллекционеры, и производители семян, они, кстати говоря, предупреждают об этом, они знают об этом. И покупая, к примеру, коллекционера семена, он вам скажет, что это семена сбора позапрошлого года. Поэтому вы их высевайте все сразу. Не потому что коллекционер хочет, чтобы вы у него чаще семена покупали. Потому что коллекционер знает, что, во-первых, процент схожести уже упал у этих семян. И не факт, что у вас будет много сеянцев, да, столько, сколько вам нужно. И, во-вторых, коллекционер знает, что, когда вы эти семена возьмете еще на следующий год, если вы все их не будете использовать в этом году, то у них с кожей будет еще меньше, результативность будет еще ниже. Вот, но тут важен один момент, что падение вот этой вот всхожести семян, это не означает того, что перец вообще не взойдет. Когда я в прошлом году рассказывала об этом, мне писали такие комментарии, что делали эксперименты, просроченные семена перца высевали, и вот они взошли. Как будто бы я говорила, что они вот вообще не всходят. Все, два года прошло, и как отрезало. Конечно же, нет, конечно же, взойдут. В этом году у меня вообще чудеса просто происходили, всхожести, очень интересные разные вещи происходят. Вот в этой кассете даже, есть тут или нет еще, уже тут, по-моему, все. В этой кассете взошло абсолютно все, но всходило это все в течение 10 дней. То есть первые всходы, как и положено, появились на 6-7 день. Основная всхожесть была в эти дни, да? А нет, вот еще здесь вот прорастает перчик. А потом началось, что вот каждый день что-нибудь там где-то прорастает. На многие я уже плюнула и думала, что все, они не взойдут, эти перчики. Ничего не будет, они потеряли свою всхожесть. Но нет, удивительным образом они все-таки взошли, фактически здесь взошли все. Здесь у меня не взошли только вот баклажаны с Алиэкспресса, которые я заказывала. И вот так, чтобы вообще-вообще-вообще ничего не взошло, вообще-вообще, чтобы ничего не взошло, это только вот у этих баклажанов, на самом деле только они. А все остальные, ну хотя бы одно, ну хотя бы там полтора, половина, ну они взошли. Пусть кривые косые какие-то, но взошли. Потому что я сеяла уже все подряд, все свои старые семена, какие у меня были, все абсолютно посеяла для того, чтобы почистить мою коллекцию семян. Потому что на следующий год ловить уже мне было бы, наверное, нечего. Ждать 2-3 недели, когда они взойдут, я бы не стала. Но они бы, может быть, и вообще не взошли. Тут очень важно еще знать, что такое всхожесть семян. Что это такое? Потому что все это по-разному как-то воспринимают. Хотя это такая стандартная измерительная величина. Схожесть семян это отношение проросших к непроросшим. В примере с перцем это обозначает, что семена могут прорасти и через 5, 6, 7 лет даже после сбора. Но процент проросших семян к непроросшим будет очень низкий. Вот, например, я сейчас еще проращиваю семена. Вот мой эксперимент. Вот здесь он еще продолжается. Это Пуца Голд. Срок годности у них закончился в прошлом году. На пачке все, у них закончился срок годности. То есть этим семенам на сегодняшний день минимум 4 года. Это минимум. На самом деле может быть и больше. Я не знаю, сколько лет прошло со времени сбора. И вот сейчас у нас здесь из 20 семян проклюнулось только 4 штуки. Причем проклюнулись они больше, чем через 2 недели после того, как я их замочила. 2 недели они проклюнулись, проклюнулось только 4 семечка. Это значит, что всхожесть у них 20% на сегодняшний день. При том, что норма всхожести проверяется, когда семена и продаются от компаний семеноводческих. Это 96% где-то у них должна быть всхожесть в первый год продажи. Вот тогда это хорошо. У этих вот же 20% в прошлом году у них закончился срок годности. В прошлом году я их не смогла вырастить. Но я съела 2 семечки, мне ничего не взошло. В этом году все 20 замочила. Вот проросло 4 штуки. Как я уже отмечала, старые семена, они дольше прорастают у них. Потому что запас питательных веществ уже другой в семени. У них там уже эти вещества потратились на период. Вы знаете, что семя спит, но процессы в нем все равно определенные идут. Нельзя сказать, что оно полностью находится в состоянии такого анабиоза. В нем ничего не происходит. Вы знаете, что жиры, белки, углеводы, если не добавить консерванты с годами, они все равно будут портиться. Точно так же происходит и с семенами. Портятся те запасающие вещества, которые есть в этих семенах. И поэтому потом, когда росток прорастает, он уже не получает того, что ему нужно. И поэтому получаются не очень красивые такие вот листья какие-то пожеванные, семидольные. С трудом снимается семенная оболочка семени. И, к сожалению, на основании этих вот фактов, которые я назвала, формируется миф о том, что семена перца, они туго думы, что их очень сложно прорастить. У них какие-то сложности с прорастанием. Их нужно замачивать в каких-то специальных веществах, для того, чтобы они проросли. Их нужно высевать в начале февраля, в января. Потому что они так долго будут прорастать. И потом вы ничего хорошего не получите, если посеете их в марте. Вот 1 марта посев. Сегодня у нас 18 марта. И вы видите баклажаны, которые зашили у меня вообще на третий день. Уже у них настоящие листочки растут. А эти перчики, которые зашли на шестой день, у них тоже уже начинают формироваться настоящие листья. Вот, пожалуйста. Все в порядке, все хорошо растет. Никаких проблем нет. Все идет по плану. И, соответственно, раз у нас есть мифы и заблуждения, то из этих мифов всегда вытекают инсинуации. Помимо простых заблуждений и наших переживаний. Во-первых, люди начинают хвастаться и повышать себе самооценку, рассказывая сказки о том, что у меня перец зашел на третий день. Например. Бывают на самом деле такие случаи, когда перец входит на третий день. Вот у меня тоже бывали. Но это не средние, не среднестатистические данные. Схожесть на третий день возможна, но зависит от многих обстоятельств. Все-таки чаще это шестой, седьмой день. Например, в инстаграме одна женщина написала такую фразу, что вот все говорят, что перец входит на десятый день, а у меня он проклюнулся на третий. На второй даже. Вот даже на второй день у меня он проклюнулся. Вот. Это введение и это репост делает семеноводческая компания. И она тем самым вводит людей в заблуждение, потому что разница есть между всходами и проклевыванием. Очень большая разница. Сама фраза, она нелогична. Да, вот говорят, что у меня, говорят, что всходят на десятый, а у меня проклюнулись на третий. Но люди, вот они особенно малоопытные, начинающие, они не очень хорошо в этих терминах ориентируются. И они запомнят только, что вот обычно на десятый, а у нее на третий. И вот что она сделала, такое замечательное, она вот купила семена у этой компании. Или она применила эпин, или она еще там что-нибудь сделала. И во-вторых, конечно же, производители сразу же предложат вам массу разных стимуляторов, пропиток, растворов и так далее. Для того, чтобы, конечно же, этих туго-думов стимулировать на быстрое прорастание. И та же перекись водорода. Почему она так стала популярна и так широко начала использоваться? Все ею поливают семена перца, потому что хотят его простимулировать. Чтобы он у них тоже, как вот у кого-то там, кто написал или сказал, зашел на третий день. Водка из той же самой оперы. Водка тоже стимулирует перец почему-то. На самом деле водка стимулирует только скандалы у людей. Я сделала эксперимент и с водкой, и с перекисью в двух разных концентрациях. В другом видео я вам расскажу о результатах. И, конечно же, очень важно понимать разницу между проклевыванием семян, прорастанием и всходами. Как я уже сказала, да, фразу, у меня всходят на десятый, у других всходят на десятый, у меня проклюнулись на второй. Проклевывание это появление только первого клювика корешка, да, кончика корешка, который вы этот процесс не наблюдаете, когда сеете семена в почву. Вы этот момент просто не видите. То, что вы видите, это уже появилась петелька над поверхностью почвы. Но от этого проклевывания до этой петельки, которую мы уже назовем всходами, может пройти неделя. В это время семя совершает очень большую трудную работу. Оно растет, развивается, увеличивается в размерах стебель, идут биохимические процессы активно, формируются органы растения, так скажем. Вы это все не наблюдаете, вы видите только уже вот, когда появилась петелька. Когда вы ставите на проращивание на воде или на той же туалетной бумаге, закручиваете в улитку, это, кстати говоря, без разницы, что вы будете в улитку закручивать, что вы на ватные диски будете класть. Это один и тот же, в общем-то, процесс. Вы видите, конечно же, сразу же проклевывание перца. И вы говорите, у меня проклюнулось на третий день, ура, ура, супер улитка, супер перики, супер, супер, все это супер. А вот если мы просто посеем перец в землю, все это не супер, потому что только на седьмой день мы увидели петельку. Но это неверно, это заблуждение, потому что проклевывание и всходы совершенно разные вещи. То есть, если вы в улитку, например, закручиваете перец, семена, и это еще и называете посевом, что, на мой взгляд, тоже неверно совершенно, то вы должны тогда назвать всходами день всхода в тот момент, когда у вас петелька появится над краем вашей этой улитки. Вот этот момент нужно назвать всходами. И от него считать, а не от момента, когда вы пришли каждый день, там, приходите, раскручиваете и наблюдаете клювики. Мне писали о том, что я посеяла, например, баклажаны двух сортов из двух пачек. Одни взошли все 100%, а другие вообще не взошли. Что я там не так сделала, человек начинает переживать. Я говорю ей, что вы вините во всем семена. Она меня не очень понимает, начинает объясняться. На что я повторяю, что вините во всем семена. Понятно, что если у человека получилось получить всходы в одном варианте, а в другом не получилось, хотя дело он все абсолютно одинаково, да, вот, например, у меня вот здесь вот в кассете, они все совершенно в одинаковых условиях стоят. Кассету я переворачиваю периодически. Вот, почему же вот кто-то вот выскочил и растет уже, а кто-то только-только всходит. Это не я виновата, это семена виноваты. А почему семена такие? Ну, потому что они либо производитель семян, либо вы сами взяли старые семена или хранили их неправильно. Вот, поэтому здесь в таких ситуациях виноваты, конечно же, семена. Вообще никогда никому не посоветую купить одну пачку перца единственную и ее посеять. Вот, рассчитывая только на нее. Вот, никогда не посоветую, потому что может быть все, что угодно. Может быть, конечно, взойдет абсолютно все и будет стопроцентная схожесть, но может быть так, что не взойдет абсолютно ничего. И это очень частый случай, между прочим. Всегда несколько сортов, и тогда гарантированно получите что-то. И напомню, какие условия важны для прорастания перцев. Все-таки еще раз, это температура 23-28 градусов, то есть где-то 25-26 будет оптимально. Это свежие семена, чем свежее семена, тем круче будут сходы. Схожесть будет почти что 100%. И оптимальная влажность грунта, конечно же, не должна быть, почва очень перемоченная. Она должна быть воздухоемкой. Семенам для прорастания нужно дышать, то есть им нужен воздух. И глубина заделки семян, как я уже на примере твоего семечки одного показала, не должна превышать полутора сантиметров. Иначе просто вы не дождетесь всходов, они у вас не смогут вылезти наружу. Ну, либо вы очень сильно затормозите этот процесс. И еще нельзя, чтобы семена были очень мелко посажены. Потому что тогда они не теряют свою семенную оболочку, вы их начинаете отколупывать, портите свои всходы. Либо вы должны тогда все там закрывать пленкой, опрыскивать, размачивать эти семенные оболочки, что уже влечет за собой лишнюю работу. Что в нашем случае совершенно лишнее. Мы не хотим лишний раз что-то делать, какие-то манипуляции проводить. Все должно быть предельно просто, на мой взгляд. Я очень надеюсь, что это видео было вам полезным. И вы что-то новое для себя узнали или освежили свои старые знания. Не забывайте подписаться на канал Аленин Сад, если вы хотите проследить развитие моего перца от начала и до конца. Я всегда рассказываю обо всем очень-очень подробно. Обо всех процессах выращивания в моем саду и огороде. Желаю вам богатого урожая в этом году. Ну, я еще с вами не расстаюсь, конечно же. Всего вам доброго и до новой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok